В Большой Туре уже начались восстановительные работы. Более 50 строителей с раннего утра и до позднего вечера пилят бревна, забивают гвозди, меняют разбитые стекла на новые. Привести село в порядок в кратчайшие сроки – такая задача стоит перед бригадами. Любовь Чистякова продолжит тему. За последние несколько дней здесь привыкли к шуму лопасти вертолетных вертушек, к снующим туда-сюда огромным стальным стрекозам, к пропитавшему все до ниточки, едкому запаху дыма. Это все временное, сами себя успокаивают туринцы. Сейчас главное – восстановить село. Хлебосольная хозяйка Наталья гостей сегодня зовет неохотно, принимать негде. Говорит, всю жизнь мечтала о доме на берегу реки, чтобы обязательно с мансардой и уютным садиком вокруг. Возводили хоромы 10 лет, последний гвоздь забили за несколько дней до чрезвычайного происшествия. Теперь эти стены вновь слышат звуки стройки. Ударной волной полностью снесло котельную, разрушила второй этаж, выбила двери. Сейчас восстанавливаем сами, потому что бригады приехали, вот с Улан-Удэ, но они приехали без стройматериалов, без всего. Гуманитарная помощь, которая идет, она идет вся продуктами и вещами. У нас ничего не загорело, у нас нам нужна рабочая сила и стройматериалы. А то, что отправляют, конечно, гуманитарную помощь, спасибо, но вещи-то у всех остались целые. И продукты у всех есть, мы же в деревне живем. Нужна рабочая сила и стройматериалы. Оранжевые жилеты членов восстановительных бригад Министерства обороны встретить можно практически у каждого дома. Где-то надо вставить окна, кому-то помочь вернуть на место крышу. О строительных материалах позаботились краевые власти. Уже ушло 800 квадратных метров стекла, более 200 шифера. И это лишь начало. Хозяева домов за помощь благодарны, только сомневаются, есть ли смысл делать эту работу сейчас. Ведь некоторые строения прежде всего требуют более тщательного ремонта. Повело дом здесь, что можно сказать. Зимовать-то точно страшное дело будет. Из всех щелей будет дыть. Была комиссия, все описали, все записали. Ну, кого они сказали, что они застеклят, крышу сделают. А с стены что они сделают? Ничего они с ней не сделают, с этой стеной. С этими углами тоже ничего не сделают. Губернатор региона принял решение выделить каждой пострадавшей семье материальную помощь от 2 до 100 тысяч рублей. В зависимости от степени повреждения домов. Больше всего от ударной волны пострадала улица Школьная. Практически все дома сдвинулись с места и покосились. Стекол не осталось ни в одном строении. Тяжелые металлические заборы ударная волна смяла, словно легкие конфетные фантики. На восстановление улицы уйдет не одна неделя и не один десяток тысяч рублей, с уверенностью говорят местные жители. Сейчас они мало-помалу латают свои жилища и ждут вердикта оценочной комиссии и помощи от крыльевых властей и Министерства обороны. Любовь Чистякова, Александр Смирнов, Вести, Чита.